добрый день дорогие друзья приветствую вас из поселка витязева сегодня мы едем с вами на море на море в районе реки мажипсин честно не знаю брать не брать с собой сегодня камеру в море потому что все таки она отвлекает от катания сейчас уже дует сильный южный ветер с утра записывал целиком у нас видео о том что было плюс 5 температура воздуха тоже плюс 7 вообще сегодня должен воздух прогреться до плюс 8 это происходит видите пасмурная погода не благодаря солнцу а благодаря ветру которая с глубин приносит теплые массы воды и приносит тепло ветер потому что от воды прогревается собственно из за это у нас получается такая ветреная но теплая погода и ближайшую неделю практически у нас будет каждый день плюсовая температура хочется конечно уже какого-нибудь февральского окошка который у нас бывает очень часто и температура воздуха достигает до плюс 20 25 но пока вот к сожалению все февральские окна ушли на январь друзья мои друзья я весь в предвкушении и потому что на днях у нас выезд на своего и надо набраться позитива энергии и ее мне должно подарить как раз таки наше любимое море это место витязево думаю знают абсолютно все чайка район 300 и мы спускаемся на пионерский проспект посмотреть какие тучи висят а там где-то шуметь наше любимое морюшко за последую неделю у нас в анапе пропало более трех человек одну женщину я слушал на своем канале и вроде бы пока все хорошо все находится но сегодня новая пропаза в телеграм-канале есть информация по поводу женщины все задают вопросы вот пропалась нашлась ли она там что да как информацию я уже отслучивал в одном из эфиров но давайте повторю женщину нашли она банально заблудилась искала до ночи практически свой дом сама потом познакомилась с людьми которые живут витязево и опустили их себе переночевать и все хорошо женщина уже дома формация вполне себе позитивная и отлично это радует а это уже наш пионерский проспект в районе паруса у нас дюны защищают пионерский проспект от ветра сильного здесь можно увидеть что только кончики деревьев самых высоких тополей покачиваются от ветра так принципе все вполне себе хорошо от снега за одну ночь не осталось практически следа только видите где-то на обочинах и встречаются и все на этом район жека кавказ здесь выход на пляж кавказ сейчас вам похожу людей совершенно нету всех сдуло ветром никто не пошел на море сегодня гулять здесь мы подъезжаем к лазурному берегу здесь видите сколько машин людей здесь у нас тоже проживает беженца эти вот ни одной жалобы не было со стороны лазурного берега у меня на самом деле столько всякая разная противоречивая информация уж ладно давайте будем как говорится тише едешь дальше будешь как только будут официально говорится подтверждение туда буду вам обо всем рассказывать и подарочка лазурный берег поворачиваем к морям жалко что здесь все никак не появится асфальт а все дело в том что здесь идут до сих пор суды по вот этому участку который вроде как находится на реке мажепсин должен по идее отсудиться анапской администрации остаться искать водными ресурсами но вот есть тех из администрации старых то его продали под застройку и поэтому вот этот дорога на тех непонятно то ли она здесь должна быть то ли она должна быть прямо над самым забором гостиниц и поэтому здесь благоустройство никакое не делается но я представляю что бы было если мы тогда не описались вместе с вами и не отбили эту реку я тогда думаю последствия после потопа были бы самой печальной смотрите цапля взлетела полетела сейчас большому сожалению в анапе образовалась такая благосфера которая снимает так сказать из-за угла не вроде говорят вот тут что-то не так что-то не нравится вызвать полицию сказать что ребята давайте вот разберемся чтобы все в дальнейшем было хорошо и прекрасно они этого не могут не хотят или не считают нужным это делать вот такая вот ситуация большому сожалению ветерочек продувает на мажепсине довольно таки сильный смотрю александр уже замеряет силу ветра но я по ощущениям говорю что это девятка должна быть то есть ветер где-то в районе на метров 12 потому что даже мокрый пляж и песок метет и это фантастические ощущения конечно надеюсь что меня слышно ребята то последнее видео что-то записывается с таким вот ощущением что как бы плохой звук хотя микрофоны рядышком находится просто нет-нет перекрывает одежды надеюсь что сегодня все будет хорошо самое главное я призываю ребята не повторяйте еще раз мы готовились к этому не один год я к этому шел с 7 лет чтобы в шторм залазить в море поэтому купаться в такой шторм сто процентов нельзя это очень опасно для вашей жизни от души вас об этом прошу не берите пример смиря закат выкладывал с речки мажепсинья здесь было все в снегу сейчас от снега даже нет никакого следа александр пока единственный человек на пляже которого мы видим он пытается замерить максимальное количество ветра ну вот здесь ветер у нас больше такой знаете именно под юг поворачивать немножко на запад и сейчас мы точные координаты узнаем здравствуйте александр доброго дня ну чё там дует восемь десять порывы 12 ну то есть девяточка можно но а он будет добавлять до скольки у нас сегодня ветерок до заката до заката я не могу мне надо до четырех и я уехал мне сегодня на танцы с дочерью погода да ты стоишь такого со возбуждения смотришь на море на шторм я каждый раз говорю о том что люди не вздумайте потом лезть за нами и думать что это безопасно это страшно сильный риск для здоровья в такой шторм туда залезть вообще это особенно людей которые не подготовлены и тягуны еще вот под такой ветер как раз таки они образовываются ребятки поэтому кстати хоть раз попадал в тягун конечно расскажи я могу рассказать как он формируется тягун давай это одно из самых неблагоприятных для пловца для ныряльщика для купальщика состояния это явление формируется в тот момент когда она в основном формируется в бухтах если мы возьмем береговую линию да вот такое и направление волны то естественно массам нужно где-то выходить и массы выдавливаются в этих краях то есть если же человек зашел здесь воду попадает в отбойное течение как нужно из него выйти всего лишь напросто нужно проплыть вдоль берега и это течение заканчивается и вас опять бывает еще боковые тягуны боковые тягуны боковой тягуны он формируется в основном из-за ветра когда часто долго дует ветер определенного направления вдоль берега он формируется да это витязева очень частое очень часто боковое течение то вот о чем говорится то есть оно есть часто и самое опасное когда попадаешь в яму это страшно то есть ногами проваливаешься вот я в детстве чуть так не утонул испуг просто испуг хотя вроде бы нырял лучше всех испугался и нахлебался на колено по колено я на высоком берегу то же самое случилось в отбойное течение по колено я могу стать не об камни ведет побился весь лицо локти руки пальцы и все смеялись и стояли ну что ты делаешь думали что ты пьяный до думали что я пьяный или игрались или балую страшная когда вышел из супруги было начало тогда у меня девушка так они думали когда девушки играют там парень я вышла ребята чуть-чуть не утонул это вы что вы там и вы думали вы шутите глубина по колено ну так вот он это каменный пляж причем на высоком берегу то что тягуны не только на песчаном пляже происходят но и на камеру да вот этой радостной ноте и начинаем раскладываем кайты надуваем их разматываем стропы и готовимся к запуску в море всем привет передаю и поехали друзья цель сегодняшнего видео сюжета вас просто прокатить по волнам показать что такое шторм с доски такие вот раскаты камеры большому сожалению не передает все вот эти вот эмоции которые получает непосредственно райдер на доске но все равно это что-то нереальное такой контент у нас в анапе большая редкость особенно в зимнее время когда люди боятся из дома выйти в ветер а мы здесь лезем шторм но мы рассказали в начале сюжета чем чревато это и поэтому не стоит рисковать и более так сказать бездумно относиться к морю и только что увидели как меня растянуло как раз таки из-за того что я пользуюсь камерой немножко меньше контроля над кайтом но живой сегодня два раза меня выкинуло на берег потом я заснул камеру за пазуху и уже катался в удовольствие но до этого успел снять для вас невероятно красивейшие просто кадры нашего шторма так вот где-то лежу далеко от берега в волнах вот это всегда хочется передать посмотреть какое чистое прекрасное красивейшее наше черное море настоящее мужское эти волны когда-то на нее заезжаешь спотыкаешься о них но это уже происходит гораздо реже на моим так сказать опытом как александр рассказал он повышается и это на самом деле очень хорошо у нас было сегодня всего лишь четыре человека завтра по идее будет на спорте гораздо больше людей если прогноз будет то соберутся на выходные люди со всего нашего региона посмотрим получится ли у меня потому что сегодня я хотел конечно бы больше покататься но я знал на что меня и второй мой кайф жизни гораздо важнее в конце вы увидите куда я там все-таки приехал здесь вы можете увидеть прыжок александра но в конце нашей подборки я сделал этом более такую нарезку хороших прыжков непосредственно без доски со штормом это гораздо красивее получается снимать но сейчас скользим вместе с вами наслаждаясь мощью стихии жалко что конечно вот вот этот рокот не получается записать меня в том качестве которое бы передал вам все эти ощущения но поверьте мне в ушах до сих пор еще слышится как море шумит видите это очень большое количество сил энергии тратится я как будто пробежал уже 100 километров и силы уходят неимоверно вот сам большому косяк вот камера то что подъезжал близко к берегу и терял контроль и второй раз меня выкинул на берег я потерял один из половников на своей доске ну бывает самое главное живы немножко все болит трясется но посмотрите какая красота какая просто волна за волной находящая на берег ты их просто берешь перепрыгиваешь и мчишься дальше на встречу новым волнам это наверное самое великолепное что есть катание потому что на лимане такой эмоциональный подъем невозможен здесь и те обошел волну не стал заходить на барашки скорости просто невероятные ну еще раз камерой гасит она им передает вот эту глубину картинку особенно когда ты заезжаешь на волну это я пробовал снять дальше будут такие кадры но не чувствуется именно вот это превышение высот потому что кажется не такие небольшие те кто был в шторме понимают что все вот эти вот барашки они накрываются головой кстати тоже дальше вы посмотрите как они будут меня скрывать чистейшая еще пенная шумящая шипящие море сейчас мы доехали аж до района кавказа сегодня ездил аж до джима т но на кадрах вы этого не увидите большому сожалению потому что там я катался уже без вас в удовольствии в общем количестве сегодня получилось прокатиться около на полутора часов и сил практически не осталось после этой каталочки самая страшная для меня второе падение было когда вылез с моря может завершать потому что мне показалось что выбил себе плечо ну ну зудит болит но вроде бы все хорошо вот смотрите да вот я заезжаю на волну и нет того ощущения когда ты не стоишь на полтора метра минимум выше и туда смотришь вниз эти кажется это там целая вечность как упадешь туда и все это пляж лазурного берега проезжаем сейчас и скорости скорости развиваются конечно просто невероятно вот именно и для этого надо убирать благоустройство потому что люди занимающиеся спортом не дай бог тебя выкинуть на бег и попадешь как раз таки на вот эти навесы которых и не должно в принципе быть именно поэтому практически летом кайтеры не катаются в море потому что и люди потому что и очень много этого самого благоустройства на берегу а здесь я увидел человека который только что искупался в море получил заряд энергии думаю дайте его тоже запечатлеет для вас показать что у нас купание происходит постоянно и не только именно в летний период люди купаются всегда я вот проводя в море огромное количество времени поэтому и завершил свои каждодневные купания потому что если тогда мы там максимум там на 10 минут заходили то сейчас полтора часа в воде кстати сейчас вот немножко вышло солнышко и картинка стала гораздо более сочной гораздо больше видно насколько чистое прекрасное наше море и вот с этими контрастными облаками на горизонте видите что она по закрыта кажется даже что там идет дождь но дождя тут фу сегодня так и не случилось опять видите заезд на волну но не видно того насколько становишься ты выше вот хотелось бы как-то это передать показательно что моментами райдеры которые проезжают мимо увидите не скрываются за волнами здесь я камеру пустил пониже чтобы вы прочувствовали вот идет барашки чтобы не залетали вас буквально через ваши экраны к вам на коленке какая красота я слез с доски уже и пошел поснимать александра его прыжки то называется sky трупом прыжочек и просто великолепное приземление красота тогда делаешь на камеру всегда как саша говорит что начинается беда заходим поглубже еще один кайт луп заснимаем александра видите что все уже разошлись не хватает на такую погоду всех сил но сегодня было просто великолепная честно каталочка полученная все те эмоции которых ты скучаешь и вот ради которых я сюда приходил чтобы получить максимум заряда повторяю шторм это опасное природное явление опасно особенно для тех людей которые раз в год приезжают на море отдохнуть и думать что им море по колено не рискуйте никогда берегите свою жизнь она у вас одна и лучше ее прожить долго и счастливо лучше такие моменты как бы не испытывать судьбу здесь я еще раз говорю подготовка просто невероятная к тому что может случиться и знаю что происходит как происходит все вот эти вот моменты только тогда можно заходить в море но еще лучше не рисковать я тоже это делаю совершенно зря просто чтобы показать вам эту красоту какая-то пролетает над вами ай покоряя очередную волну саша помахал вам ручкой и пошел на следующую волну и еще один прыжочек красивей щи лучах анапского заката здесь из каких-то там так сказать фишечек но просто для красоты чтобы подъехать поближе и накрыть нас волной фантастика камера передает те краски которые солнышко рисует на воде думаю покажу я вам еще море и сам немножечко окунусь расслаблюсь невероятно классно накрыло волной но это только в удовольствие вот так вот сегодня проходил наш день каталки надеюсь что каждый человек который посмотрел этот видео сюжет отправит его друзьям товарищам и подарит им тоже неимоверные минуты радости и счастья привет вам и пятюничка души как говорится зашла великолепные дюны дополняют так сказать наш пейзаж чтобы вы понимали насколько прекрасны и великолепны наши анапские черноморские пляжи ждем вас всех друзья мои дорогие в гостях тут я говорю что это наша страна это россия дорогие друзья приезжайте обязательно отдыхайте ищите моменты чтобы расслабиться получить в это тяжелое время так сказать мирное небо в речке мажепсин я немножко оплеснил свой костюм привет дашуня ребятки ну вот мы уже после моря с дашкой куда мы едем ты будешь танцевать вообще прям это такая акция называется папа отвези меня было вкусно и . точно берем с собой а думаешь на с вами пойдет вот так вот девочки диктуют свои условия но у нас погода прям вообще стала этот как пасмурная но при этом очень очень сильно сейчас дует ветер прям невероятно сильно и по мне кажется он усилился можно было катать до заката но вот из-за моей маленькой шкоды надо было закончить пораньше приехал кофе я попил себя пришел и можно теперь гонать по витязево что-то у меня система микрофонов моя села поэтому говорим всем до свидания надеюсь что это видео вам понравилось поехали в дому культуры и от дашуньки так что пока пока до следующего видео сюжета друзья но машин конечно здесь очень много у нас понаставили здесь у нас на успех красиво видитесь вам